Я, кстати, сделал ему комплимент, который, по-моему, его смутил. Я смутил Бознера. Нет, ну как можно было эту должность доверить этой тупой овце? Всем привет! Меня зовут Сергей Гриффитс. Как я и обещал, сегодня хочу рассказать вам о трех встречах, которые, ну, не сказать, чтобы прям изменили мою жизнь, но, скажем так, встречи были желанные, долгожданные и очень значимые для меня. Вы видите эти уши? Это Мика. Владимир Познер, Татьяна Толстая, Алена Долецкая. Три кумира, о встрече с которыми я мог только мечтать. И если бы мне еще, не знаю, три года назад сказали, что я с ними встречусь, я бы, наверное, не поверил. Хотя это еще одно доказательство, что если ты чего-то хочешь, если ты о чем-то мечтаешь, то это обязательно сбудется. Я даже себе записал основные тезисы. Номером один, пожалуй, будет Алена Долецкая. Стыдно признаться, но еще лет 10, наверное, назад я вообще не знал, кто это, потому что я не читал журнал «Воу Краша» и слабо интересовался всей этой глянцевой журналистикой. Собственно, и сейчас я не интересуюсь ею. Но, тем не менее, о Алене Долецкой я тогда не знал. Я очень хорошо помню, как я впервые о ней услышал. Мой большой друг Андрей из Москвы рассказал о том, что, дескать, вот фильм «Дьявол носит Прада». И, как известно, замечательную роль Мэрил Стрип, точнее, героиню Мэрил Стрип озвучивала в русском дубляже Эвелина Хромченко. И, по-моему, замечательно справилась с этой задачей. Что это? Мне это не нужно. Я иду на ланч с Ирвом. Вернусь в три, подадите кофе из Старбакс. О! А если вы до тех пор не раздобудете мне книгу, можете сюда больше не возвращаться. Но мало кто знает, что вроде как, по слухам, сначала дубляж предложили Алене Долецкой. А Алена Долецкая обладательница такого низкого голоса с хрипотцой. И вроде как Алена Долецкая отказалась, потому что ни для кого не секрет, что героиня Мэрил Стрип, Миранда Присли, это, собственно, Анна Винтур, главный редактор «Американского Волга». И, конечно, без каких-то прямых на нее указаний, но, тем не менее, дураку понятно, что это ее прототип. И, видимо, посчитав, что это не очень этично по отношению к коллеге, Алена Долецкая отказалась от этого. Это слух, я не знаю, может быть, это на самом деле просто домыслы чьи-то. Но вот это та история, которую я услышал. И, наверное, именно в тот момент я впервые услышал об Алене Долецкой. Потом я случайно посмотрел программу, по-моему, «100 вопросов к взрослому», где она принимала участие. И мне она очень понравилась. И программа, и Алена Долецкая. А потом как-то был период, как раз она ушла из журнала «Волг», когда ее резко стали приглашать на все телеканалы, какие-то интервью. И, в общем, так я о ней узнал прям уже конкретного, если можно так сказать. Но между видением и реализацией есть некая дистанция, за которую редакция ответственности не несет. Вот положу руку на сердце. Алена Долецкая – это мой идеал женщины, честно. Внешний вид, конечно, как она выглядит, как она себя преподносит. Все это очень интеллигентно, аристократично. Ее низкий голос, ах, мурашки по телу. Когда она говорит на своем британском английском, у меня, знаете, прям такие вот покалывания приятные на затылке. Ну и, собственно, самое главное, конечно, это ее работа, то, что она сделала, то, что она делала. И у меня только уважение к ней. И это тот человек, которого я люблю слушать, смотреть, читать, потому что у меня есть ее книга «Не жизнь, а сказка», которая вышла несколько месяцев назад. Человек, у которого хочется учиться. Вот я слушаю ее, она говорит какие-то вещи, рассказывает о своих взглядах на жизнь, на те или иные вопросы. И ты у нее как-то учишься. Мне нравится, что она, будучи, собственно, не дурой, иногда включает такую девочку, где скажет, «Ну мы же девочки, ну о политике, нет, мы об этом не будем, мы же девочки». Мне так это нравится. Она знает все эти тонкие рычажки и нажимает их в нужную минуту. В общем, я могу долго о ней рассказывать, я просто ее обожаю, боготворю, это мой кумир. Два года назад у Алены Дорецкой вышла книга про варенье, где я и где варенье, это понятно. До этого у нее выходила книжка про завтраки, про обеды, и все эти книжки у меня есть. Я даже несколько блюд готовил по ним. Но когда я узнал, что у нее будет презентация и творческая встреча в Москве, это, конечно, был цирк с конями. За три дня, по-моему, до поездки, абсолютно не запланированной, я увидел, что в Москве в таком-то книжном магазине будет встреча с Аленой Дорецкой, презентация ее книги про варенье, вот, кстати, она. Я тут же залез на скайсканер, купил билет Калининград-Москва, позвонил маме в Калининград, сказал, мам, через два дня я приезжаю, встреть меня, пожалуйста, в аэропорту. Полетел в Москву на один день. То есть я полетел в обед, по-моему, и на следующий день утром уже возвращался в Калининград, а потом в Клайпе. Я отпросился с работы, потому что это вот такой шанс, у меня прям заколотилось сердце, я понял, что или сейчас, или никогда. Понятно, что я поехал туда не для того, чтобы научиться варить варенье, а для того, чтобы увидеть живьем своего кумира, потому что сама, кстати, Алена Долецкая в одном из своих интервью сказала... Сейчас забыл про какую актрису. Старость, а как ее зовут? Не про Сальму Хаек. С этими именами у меня травлы. Маня! Как зовут, я забыл эту актрису? Пенелопа Круз. Так вот, в одном интервью Алена Долецкая так говорила про Пенелопу Круз, что когда она появляется, это, знаете, такой сразу эффект присутствия, вот прям заходит что-то такое эфемерное. Вот я то же самое могу сказать про Алену Долецкую. К чему я это говорю? Я не варил ни разу в жизни варенье, где я и где варенье, но она так рассказывала, черт возьми, про это варенье везде, и в интервью на Дожде, и во время этой презентации своей книги, что я вот после творческой встречи позвонил своей коллеге Настасье Андреевне, говорю, Настя, я покупаю латунный таз, я буду варить варенье. Слава богу, не купил, ничего не варю. Ну так вот, о встрече, значит, я вот так спонтанно прилетел в Москву, позвонил своему другу, сказал, что я могу тебя переночевать или нет, кстати, это тот самый друг, от которого я узнал про Алену Долецкую. Более того, это было смешно, я купил книги по интернету, то есть я из Москвы получил в Клайпеду книги, взял их и с ними же полетел в Москву, чтобы она мне оставила автограф. Алена Долецкая рассказывала, конечно, о том, как она писала эту книгу, и потом начались вопросы, и это было очень интересно, потому что она говорит, ну а теперь я готов ответить на ваши вопросы. Ну и как-то все что-то засмущались. Я даже не поднимал руку, я так на нее смотрел влюбленными глазами, она повернула и сказала, вы хотите задать вопрос? Я понял, что речь идет обо мне, мне принесли микрофон, и, собственно, я поблагодарил ее за интересную презентацию, и задал вопрос. Вопрос, кстати, я спросил следующее. Алена, вы недавно в одном интервью на Дожде читали лекцию для юных журналистов и сказали, что самый хороший способ это чему-то учиться у людей, которые чего-то достигли в жизни и советовали читать разные книги известных бизнесменов и так далее, то есть людей, которые действительно, ну, какой-то вес уже приобрели. Я задал вопрос, а вы сами не собираетесь такую книгу написать, потому что многим было бы интересно почитать о вас? Вы тоже имеете вес в грязной журналистике? Мне понравился ее ответ, у нее все-таки с метафорами все в порядке, она сказала, вы знаете, эта идея должна как груша созреть, и вот когда она созреет, эта книга будет. И через два года буквально вышла книга «Не жизнь, а сказка». У меня, кстати, есть футболка с логотипом «Не жизнь, а сказка», которая продавалась по интернету. И забыл еще сказать, я не мог полететь к Алене Долецкой с пустыми руками, и я знаю ее любовь к вкусной еде, поэтому я купил настоящих фермерских сыров литовских, чего-то там еще, куча каких-то сувенирчиков с янтарем, в общем, все это в мешочке подарил ей, она поблагодарила, мы с ней сфотографировались, и я влюбленный еще больше в Алену Долецкую улетел обратно в Ленинград, а потом в Клайпидо. Сергею на сладкую, вкусную, веселую жизнь. Вот автограф от Алены Долецкой. Следующая встреча у меня была с Татьяной Толстой. Еще одна спонтанная история. Мы с друзьями собрались в Барселону, в которой я никогда не был. Все уже побывали, я как-то не был. В общем, мы собрались в Барселону погулять, и тут абсолютно вообще случайно за несколько дней до поездки мы узнаем, что в то самое время, когда мы будем в Барселоне, там будет проходить творческая встреча читателей с Татьяной Толстой в каком-то русско-испанском культурном центре. Мы купили билеты, приехали на эту встречу. Я почему-то ожидал, что Татьяна Толстая, она такая угрюмая, как она любит, не улыбающаяся, зайдет сейчас в аудиторию, и всем кранты, потому что Татьяна Никитична, сами знаете, палец в рот не клади, откусит. Но она была очень доброжелательна, она рассказывала о школе злословия, конечно, о своих книгах, мы задавали вопросы. Кстати, именно со школы злословия мое знакомство с Татьяной Толстой, собственно, и началось. Я увидел ее давным-давно в этой программе, и я прям сидел, смотрел и на нее... Мика! 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 Он сидит за камерой и пытается ее скинуть. Мика! Эк ища! Че не гадим? А Татьяне Толстой, я, как и большинство жителей тогда еще России, потому что я жил там, узнал из программы школы злословия о ней, и смотрел эту программу тоже абсолютно влюбленными глазами, потому что две умные женщины говорят какие-то умные слова, которые я даже не понимаю, куча фактов исторических, язык у них весь вот такой вот на эти тягучий, вкусный, такой прям, ну, сочный, и ты сидишь и слушаешь их речь, и просто у тебя отвисает челюсть, а тебе там 20 лет, ты даже и одной сотой не прочитал всех книг, которые прочитали они, и к которым они все время ссылаются, бросая там цитаты, как писал тот, как писал этот, в общем, я влюбился сразу в них. Мне очень нравилась еще моя любимая программа ОСП Студия, и Татьяна Лазарева, замечательная артистка, пародировала Татьяну Толстую, там просто круто, вообще просто шикарно. Посмотрите, в Ютьюбе где-то есть старые записи ОСП Студии, и называлась она пародия «Школа словоблудия», это очень смешно. А что, я так похожа на дуру, да? Фекла? О, Господи. Так вот, возвращаясь к Татьяне Толстой, она рассказывала какие-то истории своей жизни, она читала, конечно же, у нее как раз в то время вышло несколько книг, одна из которых «Войлочный век», если вы не читали, почитайте, я просто гоготал так, что вообще, мне кажется, соседи уже стучали мне по батареям, потому что, ну, я просто ржал, я читал перед сном и гоготал во весь голос. И были вопросы, разумеется, конечно же, я задал тоже вопрос, мне было очень интересно, пересматривает ли она иногда старые записи «Школы злословия», потому что иногда интересно, ну, вот мне, например, да, интересно, если у меня есть записи своих эфиров или каких-то телевизионных программ, а они у меня есть на диске, я как-нибудь их покажу, интересно пересматривать, не для того, чтобы смотреть, как молоды мы были, а просто со временем, ведь, меняется отношение ко всему этому, и интересно даже с точки зрения какой-то работы над ошибками. Черт, надо было здесь так спросить, а здесь надо было это сказать, вот с этой точки зрения. Я у нее спросил, говорю, не пересматриваете ли вы? Ответ был абсолютно в стиле Татьяны Толстой, он сказал, нет, зачем, умерла, только умерла. А задал вопрос этот не случайно. У меня есть две любимые программы Школа Злословия, два любимых выпуска, они тоже есть в интернете. Первый это программа с Валерием Комиссаровым. Если вы не видели, посмотрите. Вот когда там говорили, что они сделали Собчак, они сделали Волочкову, это все просто, не знаю, детская фигня. Они сделали Комиссарова. Эту программу, когда у меня плохое настроение, просто включаю, в миллион раз пересматриваю, потому что я кайфую от того, как они его там делают, пинают ногами и по делам. А фраза, которую сказала Авдотья Смирнова, Валерий Яковлевич, вы в своем уме. Хочу сказать обновление. Валерий Яковлевич, вы в своем уме. Эта фраза в нашей компании, как понимаете, у меня есть единомышленники, она просто стала крылатой. И каждый раз, когда кто-нибудь в компании тупит, я все время говорю, Валерий Яковлевич, вы в своем уме. Посмотрите эту программу. Еще была программа с каким-то националистом Поткиным, они тоже его сделали. Просто вообще, ну, мне даже его было жалко, хотя он своим поведением за программу тысячу раз доказал, что он заслужил такое отношение к себе. Вот. И Татьяна Толстая, конечно, во время творческой встречи не скупилась на такие достаточно резкие слова. Я помню, кто-то задал вопрос про какой-то исторический вопрос, что-то про советскую власть и про революцию и так далее. И зашла речь о Надежде Крупской, потому что, я сейчас боюсь соврать, Надежда Крупская занималась, занимала какую-то должность, что-то связанное с культурой, с литературой. Извините, моя неосведомленность в этом вопросе. И Татьяна Толстая сказала, нет, ну, как можно было эту должность доверить этой тупой овце? И весь зал га-га-га. Вот. То есть, Татьяна Никитична вставляла и матерные слова, но это было все очень вкусно в тему и здорово. Вот. При всем при этом, глядя на нее, ты понимаешь, что ты испытываешь такой какой-то трепет, потому что ты знаешь, даже задавая вопрос, я человек, который 23 года работает на радио, общался с огромным количеством достаточно знаменитых людей, все равно, знаете, как просто юный корреспондент, как школьник, задавал вопрос и боялся, что сейчас что-нибудь не так ляп, но она как скажет что-нибудь, мальчик, сядь и не... То есть, это ощущение было, она могла это сказать. После творческой встречи была такая небольшая фотосессия, автограф-пати, как это называется, автограф... А, автограф-сессия, автограф-пати. И я подошел, сказал, Татьяна Никитична, очень приятно сегодня быть на вашей встрече. Я купил книгу, просил написать автограф. Ну и третья встреча, которая состоялась чуть более полугода назад в моем родном Калининграде, это встреча... Па-бам! С Владимиром Владимировичем Познером. Тоже, вы знаете, мы не ищем легких путей, это мой девиз, и встреча состоялась очень интересной. Дело в том, что каждую пятницу я отправляю выпуск новостей Литвы для радиостанции Серебряная дочь в Калининграде. Ну и как бы мы так сотрудничаем, поддерживаем отношения. И я узнал, что приезжает Владимир Познер в Калининград. В общем, я подмазался, говорю, а что если я приеду и запишу вместе с вами интервью для своей радиостанции, для Радуги, окей, супер. Самое интересное было, что это была суббота, когда приезжал Познер, а в воскресенье я улетал в отпуск в Майами. То есть у меня был такой план, я должен был в пятницу закончить работу, в субботу утром сесть быстро на машину, приехать, взять интервью у Познера, вернуться, да, еще в субботу вечером мы шли на спектакль, я должен был вернуться к 7 вечера, чтобы успеть в театр и на следующий день утром мы улетали в Копенгаген и в Америку. Ну, в общем, это, знаете, такая была логистика просто мирового масштаба. Ну, о Познере. Мое знакомство, конечно, с ним началось, наверное, с программы Времена, что интересно, я очень любил еще ОСП-студию, они же его пародировали, у них была программа Временищая, помню. Не сказать, что я всегда смотрел эту программу, я был тогда юн, а вот когда у него началась программа Познер, мой кот опять идет к камере. Экища, Мика, экища. А вот когда у него началась программа Познер, я уже стал сначала посматривать эту программу, а потом целенаправленно прям смотреть или по телевизору или в интернете, и особенно, когда у него в гостях были люди, которые мне очень интересны. Я два раза прочитал его книгу «Прощание с иллюзиями», и вот, наверное, в тот момент он окончательно стал моим кумиром, потому что у него очень интересная жизнь, мне нравится то, что он говорит. В большинстве случаев я придерживаюсь той же точки зрения по некоторым вопросам. Мика, ты хочешь выйти? Сейчас я кота выгоню. Про кого я говорю? А, про Познера. Я, конечно же, не мог не посмотреть их путешествия с Иваном Ургантом по Италии, их Италии, я, по-моему, пересматривал эти все серии, тоже раз по десять, и мне он импонирует. Он, ну что я сейчас буду рассказывать, кто он для меня? Я думаю, так всем все понятно, и для любого журналиста, в принципе, Владимир Познер это эталон. Я, кстати, сделал ему комплимент, который, по-моему, его смутил. Я смутил Познера. Я сказал то, что его смутило. Или он подумал, что я дурак. Об этом позже. Ну так вот, день икс, час икс, я приехал в Калининград в гостиницу, где жил Познер. Мы с моей коллегой Серебряного Дождя пошли в конференц-зал, и буквально через несколько минут спустился Владимир Владимирович. Мы с ним общались. Моя коллега записывала для своей радиостанции интервью, я для своей радиостанции. Кстати, я думаю, что в описании к этому видео я оставлю ссылку, где вы можете на SoundCloud послушать интервью моё с Познером. Я вообще поразился его терпению, потому что одни и те же вопросы. По 150 тысяч раз ему задают, и когда ты смотришь YouTube, ты видишь, что он даже на многие вопросы отвечает, но теми же словами, теми же предложениями. А поскольку я тот человек, который пересмотрел, по-моему, все его интервью, которые есть в открытом доступе и неоднократно, я примерно уже знал, что спрашивать, что не спрашивать, ответы на это есть. Я, конечно, задал ему вопрос про отношения России и Литвы. Я спросил, как вам кажется, почему всё не получается такой... Не то, что дружба, просто хороших отношений. Ответ был гениальный. А вы думаете, кому-то нужна эта дружба? Он сказал, мне кажется, что ни вашему президенту, ни нашему дружба не нужна. Я не буду устраивать тут спойлер. Вы сами, если захотите, послушайте интервью. Но мне чисто по журналистке понравилось то, что я задал вопрос, на который позднее разодумался. И я не помню, при монтаже оставили мы это или нет. Я как раз задал вопрос про их проект, их Италия, потому что кто видел этот проект, знает, что у всех итальянцев, с которыми общались позднее и ургант, они всегда спрашивали. Представьте, что мы инопланетяне, и мы прилетаем в первый раз в Италию. Какое место вы обязательно бы сказали, что мы должны посетить? Вот только одно место. Какое? И я задал ему этот вопрос. Я сказал, Владимир Владимирович, вы гражданин трех стран России, Америки, Соединенных Штатов Америки и Франции. Представьте, что я марсианин, прилетел впервые на планету Земля и хочу посетить Россию, Францию и Соединенных Штатов Америки. Какие три места в каждой стране мне нужно обязательно посетить? И знаете, если на все, в принципе, вопросы у него уже были такие мгновенные ответы. Тут он задумался, и так интересно, такая тишина, секунд 20, и только слышно, как Познер тарабанит пальцами по столу. Тридык, 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 думает. И надо послушать еще раз интервью, мне кажется, при монтаже это оставили, вот как он задумался. Какие места он назвал, вы услышите в интервью, если захотите. Для тех людей, для которых, так же, как и для меня, Познер является кумиром, не секрет, что у него тоже есть свой кумир, это Леонардо да Винчи, и много раз его спрашивали, вот если бы у вас была возможность пообщаться с кем-то из умерших, с кем вы бы пообщались, да-да-да, конечно, все знают, что это Леонардо да Винчи. И в конце я сказал, Владимир Владимирович, абсолютно искренне могу сказать, что вот со своим Леонардо да Винчи при жизни я встретился. Он так посмотрел, и было сложно понять по его реакции, то ли он засмущался, я не знаю, можно ли засмущать Познера, то ли он подумал, мальчик, какую чушь ты сказал. И это даже видно на фотографии. Я вот сейчас фотографии сюда помещу, вот именно с этой его эмоцией. Потом, собственно, мы сфотографировались еще несколько раз, и я его поблагодарил за интервью. И на крыльях, не знаю, просто, как описать это чувство, вдохновение, огромнейшего желания творить, читать, открывать для себя мир, я поехал обратно на спектакль в Клайпе. Вот три человека, три моих кумира, с которыми я встретился. Это те люди, которые являются, вот знаете, тремя китами, от которых исходит просто такой огромный поток вдохновения для меня. Те люди, которые заряжают, вдохновляют и просто, знаете, так двигают вперед. Если вы хотите высказаться про кого-то из этих персонажей, пожалуйста, высказывайте свою точку зрения, согласны или нет. Я понимаю, что тут спорить бессмысленно, у каждого своя точка зрения. Я просто поделился своим отношением к этим людям. Если у вас есть критика по делу, пишите, это всегда лайк. Мне нравится, когда вы по делу критикуете, что нужно убрать, что нужно добавить. Если вы несчастны, вас никто не любит, вы очень часто рефлексируете, и когда видите человека, который что-то смог сделать, и вас это раздражает, вы можете написать какой-нибудь гневный комментарий. Вам станет легче, я за вас порадуюсь, отпущу грехи. Пишите. Главное, чтобы вам было хорошо. Вот такой сегодня у меня влог. Немножко необычный, потому что все мои постоянные подписчики знают, что я люблю движуху, где-то ходить, что-то смотреть. Но вот сегодня я решил как раз-таки рассказать о этих трех персонажах. Спасибо, что смотрели этот влог. Не забывайте подписываться, жду ваши комментарии. Мне очень приятно, что у нас уже образовалась такая компания на моем канале. Как мне кажется, уже есть такой даже среднестатистический портрет. Это, как правило, люди легкие, веселые, неглупые, позитивно смотрящие на жизнь. Причем позитивно не в том плане, что все хорошо, мы дурачки, все замечательно, а в том, что стараются в этом неидеальном мире находить что-то хорошее для себя. Спасибо за то, что вы со мной. Подписывайтесь, те, кто еще это не сделал. Жду ваши вопросы. Если я что-то не успел рассказать, если я о чем-то забыл, отвечу. Ну и сейчас, наверное, будет анонс, что будет в следующем выпуске. Пока я записываю это видео, я еще не знаю, что будет в следующем выпуске, но когда я буду его уже монтировать, наверное, я буду уже знать. Ну и возвращаясь к моей первой героине, Калине Долецкой, которая так и не озвучила Миранду Присли в фильме «Дьявол носит Прада». That's all. Это все. Пока. Меня очень часто просят показать и рассказать, как работает радиостанция «Радуга». Hello! Общежитие слушает. Я попала через постель, об этом все знают. Я только не знаю, с кем она спала. Керуте. Как ты думаешь, по нам видно, что мы с тобой злоупотребляем? К сожалению, да. Покажи срам. Одна вон голая, вторая голая. Как вас на радио держат? Конечно, хочется вас всех поприветствовать и рассказать, что у нас сейчас в студии происходит невероятное. Вокруг нас бегает Сергей Грифц, которого вы прекрасно знаете, со своей камерой. Про меня говорят на радио. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok